Привет, меня зовут Баран Соболь. Я в семь с половиной лет, наверное, начал заниматься боксом. Меня мой папа привел в зал, но он там работал тоже тренером. И вот с этого времени я тренировался у него. И 14 лет мы переехали в Киев, я учился в спортивном интернате, 5 лет там учился. И вот уже с РСИЧ-ом тренируюсь. Ты говоришь, переехали в Киев, сам ты откуда? С Макеевки, это Донецкая область. Ты переехал в связи с этими событиями в Украине? Ну да, мы переехали в спортивный интернат из-за войны. А как попало в этот зал к этому тренеру Игорю? Ну и РСИЧ еще давно, но мы еще, он возил нас на соревнования, когда еще в интернате учился. Я еще тогда хотел не тренироваться, но тогда не было такой возможности, но интернат там жилье, питание предоставлял. Но в этом зале такого не было, и поэтому пришлось доучиться и только тогда уже перешел. Игорь, можете рассказать пару слов о своем ученике Богдане Соболе? Как вы с ним познакомились и как получилось с ним работать? Богдан Соболь, он учился в интернате в спортивном. Сейчас это имя неподобного, раньше РФК назывался старая, да. И в этом спортинтернате, мои воспитанники тоже проходили обучение, мы частенько пересекались на соревнованиях, по боксу еще, по любительским, по юниорам, по молодежи. И закончив он интернат, естественно столкнулся с проблемой, куда идти дальше. Закончил учебу в 11 класс и уже нужно было выходить или искать себя в жизни, или дальше продолжать боксировать. Приняли решение они со своим первым тренером, его первый тренер это его отец, идти в профессионалы. Ну естественно связали со мной, папа его позвонил, то есть также тренировал первый, потом Богдан связался, ну и мы уже год работаем. Год назад он дебютировал, ну а сейчас уже в принципе он провел пять поединков, не знаю, шесть побед одержал, четыре досрочных. И уже на этих выходных, в субботу мы поборемся за пояс чемпионов Украины среди профессионалов. Могдана, можешь немного рассказать, в детстве ты начал заниматься боксом, на кого равнялся, какие бои, кого смотрел, почему именно решил заняться боксом? У меня папа был тренером, я уже говорил, да. Равнялся, да, в основном мы смотрели фильм, про Костю Дзю смотрел, про Тайсона, вот они мне нравились в детстве сам. А сейчас за боксом смотришь или только тренинг? Да, конечно, слежу за профессиональным боксом, смотрю, очень много боев, где-то их нитам смотрю, моменты где-то, что себе беру. А есть вот такие боксеры у тебя, за которыми ты следишь каждый бой и что-то пытаешься повторить в своей манере боксирования? Да нет, таких нет, я стараюсь ни за кем никакого не повторять, мы с тренером что-то свое стараемся вот наработать, а так, чтобы за кем-то повторять, такого нет. У кого ты считаешь в Украине сильнейшим боксером? В какой высокоте? В любой. В любой. Тогда, наверное, ломочаем. А если Василия и Усика не брать из молодых парней кого-то? Да я такого даже не знаю. Себя считаю, да? Тогда себя, да. А какие вот ближайшие цели с тренером ставите на карьеру? Ближайшие цели? Ну, мы потихоньку все идем к своей цели. Мы сначала боксируем в этой Супер 8, потом посмотрим, что будет дальше, мы не знаем, какие бои может быть предлагать. Будем потихоньку идти к своей цели. Считаю. Скажу постоянно на бои. Это сплошное одно волнение, но быть дома и в телефонном режиме спрашивать у друзей, как там дела, у меня не получается. Мама Богдана очень сильно переживает, но бои смотреть не может. Я смотрю все бои, стою рядом, переживаю, но, слава Богу, пока повода быть сильным для волнения он не дает. Все нормально. Звезды мирового бокса запрещают своим родственникам, женам, девушкам ходить. Тебе Богдана не запрещает? Поначалу не очень. Мне кажется, так сильно хотел, чтобы я приходила, но все равно приходила. Но сейчас нет, не запрещает. Я сначала переживала, что он будет как-то волноваться, что я в зале, как-то смотреть в мою сторону. Но сейчас нет, он уже привык, я стою всегда там сбоку, так что все хорошо, уже нормально. Богдан, расскажи немного, вот с тренером тренируетесь, что самое сложное в тренировочном процессе для тебя? Самое сложное? Да, наверное, перед боем, как бы я. Но перед боем, наверное, самое сложное – это вес делать. Самое неприятное такое. Ты большой вес гоняешь? Да нет, в основном мы там 4-3 килограмма гоняем, но все равно неприятно. А есть какие-то любимые упражнения, боксерские именно? Вот многие боксеры, я знаю, Рой Джонс, Костя Дзю любили пресс качать. Это любимое упражнение было. Да я не знаю, наверное, нет. Мне на лапах нравится с тренером стоять, отрабатывать комбинации какие-то свои. А нелюбимое, что тренер говорит, делать, а ты прям… Мне не нравится на стрелябах стоять, именно по долгу, какие-то там задания. Мне вот не нравится, но все равно приходится делать. Сколько тренеров вообще в день делаешь? По две. Это когда в период подготовки, да? Не, мы не всегда по две делаем, так что бывает, да. Утренняя тренировка бывает вообще такая, чуть легче, вечернее, тяжелее. Но сейчас у нас и утренние такие были хорошие, когда подготовка была. И вечерние тоже очень сильные. Каждый день или есть? Ну, кроме воскресенья. В воскресенье, выход, наверное. Да, и в субботу обычно тоже одна тренировка. Можешь рассказывать про питание боксеров? Питание, ну… Есть какая-то специфика или едешь все подел? Да нет, но я не ем сладкое, жареное, но это перед боями, когда готовость. Но в основном такое, да. Сладкое, жареное, не ем соль, вот такого много не ем. Приправы всякие, стараемся исключать от рациона. Диету, держишь какое-то? Диету, серьезно, может последнюю неделю, это мы очень правильно стараемся. Только вареное, все едим, там, гречка, такое все. А вообще вот режим спортсмена нарушаешь? Можешь там выйти в клуб? Нет, режим очень серьезно соблюдать. Тренер за этим очень сильно следит. И вот уже в 10 я стараюсь ложиться, там, в 7, в 2, в 4, в 6. У всех. Заварива с Богданом, спрашиваю у него, нарушает ли он спортивный режим и как его наказывает тренер. Говорит, что не нарушает. Я вам скажу, я работаю тренером, начал работать довольно в раннем возрасте. Разные были спортсмены у меня, честно говоря, если по поводу Богдана, если назначили мы время, например, прийти на тренировку, он за 15 минут уже будет. Я могу задержаться, а он уже будет или возле зала ждать меня. Поэтому он раньше всех приходит и позже всех уходит. за тот случай. Пунктуальность у него, прежде всего, и режим. Режим настоящего чемпиона, можно сказать. Да. Можешь напоследок что-то сказать своим фанатам? Ты только начинающий боксер, чтобы они следили за тобой, что ты им готовы предложить? Да. Я хочу сказать, чтобы они следили за мной и обязательно станут чемпионом мира. Ну, вот и все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.